Вообще отсутствует контроль со стороны руководителей этих юридических лиц. Это уже, как контрольно-счетная палата сейчас сказала, легко выявляется. По данным городской прокуратуры, в 2019 году через ведомство прошло 9 уголовных дел по коррупционным преступлениям. В 2020-м 15 и в 2021 году 17 дел. То, что приговоры по оглашенным мною уголовным делам состоялись, и лица к реальным лишениям свободы, многие лица, конечно, не приговорены. Это исходя из того, что из многих факторов. Например, возмещенный ущерб, активная помощь следствию, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников и материальное положение. Некоторые из вас говорят, вот я не знал, я не понимал. Если есть малейшие сомнения, у нас есть комиссия по противодействию коррупции внутри органов власти наших. Можно же просто элементарно прийти посоветоваться. И эти семь случаев нанесли удар по бюджету в размере 5 миллионов 420 тысяч и 925 рублей. Возместили 5 миллионов 154 тысячи 537 рублей. Статистика за полный период почти полтора года более внушительная. Размер ущерба по продукционному достигательству составил 69 миллионов 369 тысяч 400 рублей. Сумма возмещенного ущерба составила 12 миллионов 516 тысяч 800 рублей. Статистику в Альметьевском районе подводят три ведомства. Прокуратура, отдел по борьбе с экономическими преступлениями МВД и контрольно-счетная палата. Каждый структур не только ведет работу в своем направлении, но и проводит совместные проверки. И трудно сказать, чьи аудиторы более въедливые. За полтора года специалисты палаты провели 76 проверок в 135 учреждениях. Нашли они 490 нарушений на общую сумму почти 587 миллионов рублей. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов на сумму 97 миллионов. Нарушения при распоряжении использования муниципальной собственности на сумму 19 миллионов рублей. Нарушения введения бухгалтерского учета, составления представления бухгалтерской финансовой отчетности 433 миллиона рублей. Нецелевое использование бюджетных средств 1 миллион 700 тысяч рублей. Нарушения в сфере закупок 12 миллионов. Неэффективно используем бюджетных средств 57 миллионов. Наиболее коррупционно емкой по информации надзорных органов являются сферы ЖКХ и строительства. После них идут пожарный надзор, здравоохранение, образование и культура. Особенно тревожит и пугает история про наших главных бухгалтеров многих учреждений. Будем надеяться и верить, что это в большей части их собственные инициативы, а не сговор с руководителем. За пять последних месяцев этого года правоохранителями выявлено 7 случаев коррупции. 5 в сфере образования, 1 в строительстве и 1 в случае хищения бюджетных средств. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока.